Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире конференция «Война и геноцид в Арцахе» с участием президента Западной Армении Арменака Абрамяна. В преддверии парламентских выборов на декабрь 2023 года Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. 33-я встреча ЗУМ для кандидатов на парламентские выборы Западной Армении. Цены Западной Армении Рафик Арутюнян. Вопросы армян Западной Армении. Грузия заявила о готовности быть нейтральным посредником между Арменией и Баку. В закрытом режиме суд рассматривает секретные документы по делу командира воинской части Матагиса. Согласно священному календарю Айкян, сегодня день посвящен Мурцу, одному из притоков Майр-Аракса. Во вторник, 14 ноября, в 15.00 в доме Салтат Антиба, председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян, очевидец арцахской трагедии, после визита в Восточную Армению выступит с докладом, представит ситуацию после конфликта, неопределенное будущее Армении в связи с угрозой Азербайджана и Турции. Государственное телевидение Западной Армении представляет кандидатов депутаты на парламентские выборы декабря 2023 года с просьбой наблюдателей и потенциальный электорат внимательно следить за биографией и деятельностью кандидатов, которые они разворачивают для усиления государства Армении, проголосовав за выбранного вами кандидата. Конец кампании, 15 ноября 2023 года, наше телевидение в ежедневном режиме будет представлять данные кандидатов, поддавших заявку на депутата. Маргарита Давтян, кандидат в депутаты Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Сурен Шаумян, заместитель министра обороны Западной Армении, кандидат в депутаты Национального собрания 3-го созыва. Паруй Шаумян, кандидат в депутаты Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Саркис Гулеян, кандидат депутата Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Арман Григориан, депутат Национального собрания Западной Армении 2-го созыва. Армен Хачатрян, депутат Национального собрания Западной Армении 2-го созыва. Более подробно о кандидатах можно ознакомиться по ссылке, указанной на нашем сайте. 26 октября состоялась 33-я встреча Zoom, организованной избирательной комиссией Национального собрания Западной Армении. Тема встречи – Западная Армения и Арцах. В ходе встречи председатель Национального собрания Республики Западной Армении Нелли Арутюнян представила законы и решения, играющие важную роль в становлении и укреплении государства. Нелли Арутюнян также представила небольшой исторический отчерк, в котором пояснила, почему Арцах считается частью Западной Армении. Нелли Арутюнян отметила, что Арцах, также Арцах, Арцаха-Майр в государстве Западной Армении, 10-я провинция исторической Великой Армении, распространена в восточной части Малого Кавказа и северо-восточной части Армянского Нагоря. В столице Арцаха был Сотк или Цавдек, а во времена королевства Аран-Шахикка в поселком Дутакан. С предложением также выступил Мурат Суринян, кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в избирательной кампании 2023 года. Президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян во время встречи с ЗУМ затронул детали процесса подачи исковых заявлений против властей Баку на основе жалоб жителей Шуши и процесса в Европейском суде по правам человека, сообщив, что первые судебные процессы начнутся до конца года. Также была отмечена важность политического значения судебного процесса, поскольку правительство Западной Армении данной заявкой подчеркнуло требования о выводе азербайджанских захватчиков из города Шуши. 33-летний Рафик Арутинян погиб в Мартакердском районе во время азербайджанского нападения на Арцах 19 сентября 2023 года. Участник Арцахской четырехдневной войны 2016 года и 44-дневной войны 2020 года. С 2022 года служил в управлении специального назначения Арцаха семья Артинян из села Сарушен Аскеранского района. После женитьбы Рафик и супруга жили в городе Аскеран. 19 сентября 2023 года азербайджанские вооруженные силы отарковали Арцах. Это был последний бой Рафика Арутиняна. В тот день Рафик находился в Мартакердском районе, неподалеку от Кашенского рудника, на боевом посту 718, расположенном в направлении села Нор Кармирован. На седьмой день дежурства 19 сентября в 13.00 началось наступление. Шестеро из девяти человек, находившие на позиции, погибли. В начале боя две позиции вышли на Кашенское месторождение. В течение продолжавшегося около часа боя армянской стороне удается нанести противнику потери. Однако находящейся на благоприятных высотах азербайджанской стороне удается позицию занять через час. Капитану боевого поста, будучи раненым, удается выйти к расположенному в Кашенском месторождении опорному пункту российских миротворцев. Тело Рафика Арутиняна и 11 погибших передали в акне 23 сентября. Тело было неузнаваемым. Супруга и дети Рафика Арутиняна поселили в селе Мармарашен Араратской области. Временно проживают в доме друга Рафика. Тело Рафика Арутиняна было опознано 13 октября. Захоронение прошло 15 октября в военном пантеоне Ераблюш. Вечная слава павшим бою героям. Во время событий в Сосуне большой интерес представляет восприятие и представление политики великих держав в восточноармянской прессе. Следует отметить, что среди великих держав особенно обсуждается и представляется позиция Великобритании. Об этом свидетельствует даже преувеличенное замечание редактора Мурджа Арасханяна, согласно которому проблема армян Западной Армении на протяжении нескольких месяцев превратилась в английскую проблему. Наблюдения Мурдж в вопросе политики Великобритании не всегда отражают объективную реальность. Главный редактор видит в решении вопроса армян Западной Армении лишь одного игрока – Великобританию. В новом веке немало публикаций, затрагивающих политику Великобритании. А также вопрос армян Западной Армении рассматривается на фоне политики двух британских партий – консерваторов и либералов. Газета связывает в основном положительные ожидания с Великобританией. В газете также затрагивается политика Франции. Тем не менее, в новом веке нет такого воодушевления в отношении позиций Франции. Более того, говоря об интересах Франции, в вопросе армян Западной Армении отмечается. Неужели автономная Армения, реформированные армянские провинции могли принести государственную выгоду Франции? В каком направлении могли способствовать ни в каком? Назвав главным мотивом политики Франции – противовес Англии. Известный гончакский деятель Сапах Гюлям пишет, в настоящее время позиции Франции в армянском вопросе держатся в российском направлении. По-видимому, не огорчать Турцию и противостоять Англии. Грузия готова выступить в качестве объективного и нейтрального посредника в переговорах по нормализации отношений между Арменией и Баку. Об этом в Тбилиси на брифинге после встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым заявил премьер-министр Грузии Иракли Габри Башвили. Грузия, как непредвзятый нейтральный объективный друг обеих стран Восточной Армении и Азербайджана, заинтересована в том, чтобы в регионе установились долгосрочный мир и стабильность. Мы, наша страна и я, как глава правительства, готовы принять участие в этом. Ранее пресс-служба правительства Грузии сообщила, что в рамках международного форума «Шелковый путь» в Тбилиси состояла встреча премьер-министров Восточной Армении и Азербайджана, посредником которой был глава правительства Грузии. Встреча длилась несколько часов. Ранее Грузия не раз выступала посредником нормализации отношений между Восточной Арменией и Баку. В частности, при посредничестве Грузии в июне 2021 года Баку передал Восточной Армении 15 военнослужащих, а Ереван отправил Баку карты минных полей. Еще одним примером посредничества стала встреча глав МИД Восточной Армении и Азербайджана Арарата Мирзуяна и Джейхуна Вайрамова, которая состоялась в Тбилиси 16 июля 2022 года. По делу командира воинской части Матариса Севака Абрамяна, суд в закрытом режиме рассмотрит документы, содержащие военную тайну. 27 октября решение о проведении судебного заседания в закрытом режиме принял судья Шенгавицкого уголовного суда общей юрисдикции города Еревана Артуш Габриэлян. На предыдущем заседании прокурор Вазген Вартанян в закрытом конверте представил суду 16 секретных документов. Прокурор ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме, поскольку представленные в суд документы содержат сведения, содержащие военную тайну. Адвокат Абрамяна Арман Тамразян сообщил, что в производстве уголовного дела имеются секретные документы. Если мы проводим заседания за закрытыми дверями, то все заседания нужно проводить также, поскольку свидетели также будут допрошены. Эти документы всего лишь нормативные правовые акты с тайным грифом. Свидетелям будут заданы вопросы, то есть этап исследования всех доказательств должен проводиться тайно. «Прокуратура направила дело в суд без тайного грифа, где возможность ознакомления с делом имели помощник судей, судья, любое лицо, которое могло открыть это дело. То есть государство не было заинтересовано держать это в тайне. Говорить, что нормативные правовые акты являются секретными и никто не должен участвовать в их исследовании, думаю, это двойной подход. Я не сторонник того, чтобы судебные заседания проводились за закрытыми дверями», заявил защитник. Севак Абрамян заявил, что скрывать им нечего и попросил суд по возможности проводить открытые заседания. Выслушав мнение сторон и обсудив ходатайство обвинительной стороны, суд решил провести рассмотрение сегодняшнего дела за закрытыми дверями. Священный календарь Айкян – это непередвижной календарь, в котором все праздники связаны с движением Ария Ви. Именно поэтому мы отвергаем все те вымышленные праздники, которые связывают с подсчетом полнолуния. Некоторые из них празднуют, более того, пытаются представить их армянскими. Георг Несезян в своем микроблоге написал, 26 и 27 октября посвящены Мурцу, одному из притоков Майр-Аракса. На картине изображен Майр-Аракс со своим левым притоком Урац. Напомню, что названия гор и других местностей, отмеченных в священном календаре Айкян, показывают, что здесь в древности были мехьяны и храмы, посвященные богам и богиням, где проходило многолюдное поклонение. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение в исполнении Саака Саакяна. Саака Саакяна. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Саакяна.